здрасте детишки сегодня будет необычный обзор так как обычно я разбираюсь в том о чем говорю но в этот раз речь пойдет об игре из серии Gears of War в которой я вообще не в зуб ногой не в зуб не в селезенку ну вот просто не интересует она меня совершенно однажды мы с другом в кооперативе проходили первую часть было весело но один бы я в такое играть не стал я почти не запомнил имен и событий к миру и к беку я не привязан так что это будет мнение постороннего однако почему бы и нет вроде бы чтобы иметь свое мнение не нужно быть дипломированным так ведь в общем Gears 5 теперь почему-то просто Gears каких-то пор они перестали быть Gears of War ну как бы и ладно я не против Gears так Gears как я понимаю это пятая номерная часть серии но не пятая в принципе сейчас перескажу вам что было в предыдущих четырех сказал бы я если бы был в курсе но я не в курсе я только помню что в первой части и насколько мне известно в двух последующих мы валили некую королеву роги или кого-то вроде того враждебная общем земле такую найти воинствующую расу и таки завалили мы это чем бы это не являлось и воцарился мир аж на 25 лет события Gears 4 продолжает историю появился вроде уже новый враг хотя чем-то по-моему похожий на предыдущий рой или то был не рой ну ладно в общем на арену вышли новые герои молодые хотя и о старых тоже не забывали например о Маркусе Фениксе разумеется или о том вот с толстыми ногами так погодите они там все с толстыми ногами что не так с их ногами скажите мне они чем-то болеют или что лет 10 назад читал в игромании такой же вопрос от читателя редакции мол почему в герзио персонажи такие массивные ножищи и знаете что там ответили что мол такие ноги анимировать и моделировать легче охрененный ответ а сделали бы они головы квадратными вообще бы груза два дня сделали как бы то ни было прошло уже больше десяти лет а ноги все еще ой 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 да кроме разве что ног дам ну да ладно про ноги попозже поговорим о чем я там о да точно в общем вроде как четвертая игра закончилась в подвешенном состоянии сюжета и 5 герза продолжает этот самый сюжет напрямую спустя какое-то время в течение там не знаю суток или возможно недели играем мы за женщину по именем не помню какой по имени она к сожалению не в моем вкусе вот что я вам скажу да это важно впрочем отойдя от валяния дурака хочу сказать что персонажи здесь написаны очень даже правдоподобно то есть да виден излишний пафос и предвозмогания ночь младший брат вархаммера тут без этого просто никак никакой особенной идиотии я вообще не заметил персонажи и шутят и переживают и конфликтуют и мерятся и по всему виду что писал диалоги и персонажи не идиоты это сильно радует кстати у вас еще не возник вопрос а какого хрена я сел за герзу если я не люблю эту линейку да потому же почему и в прошлый раз мы с другом засели в кооперативе а кооп из любого недоразумения сделает интересную игру мы с ним даже cursed crusade прошли слыхали а когда-нибудь cursed crusade вот мы слыхали не такая уж и плохая игруха но я отвлекся честно я рад что мы засели в герзе ибо игра даже для одиночного прохождения хороша на самом то деле так что я играл за женщину и наслаждался ее формами а друг пролетел и наблюдал суровое мужицкое но очень толерантное лицо по имени и помню блин вот пока играешь помнишь их всех только закрыл игру сразу всех забыл а еще и несколько месяцев назад уже это было к обзорным готовится о ну да ну его значит еще там был сын маркуса феникса вот его я запомнил потому что он сын маркуса феникса знаете что хватит меня этих мук оставим предусторию персонажей поговорим о геймплее он тут кстати хорош после толкового обучения где нас учат бегать прыгать сморкаться в платочек как будто не все шутеры одинаковые да ладно шучу шучу я просто в курсе что прошлом герзам такого обучения не хватало она же в первую очередь нужно чтобы продемонстрировать все фишки не так ли да уже прошли те времена когда тебе говорили лейтенант пауэл нажмите клавишу влево чтобы переместиться в левую клавишу вправо чтобы переместиться вправо при том на полном серьезе что-то я частенько сегодня отвлекаюсь ну и ладно вот насчет фишек хотя знаете подождут эти фишки очень хочется рассказать про стрельбу стрельба в гирс 5 это одна из лучших стрельб стрельб механик стрельб стрельбы механик блин какие я только встречал короче оружие отлично чувствуется оно отлично озвучено и анимировано никакого реализма конечно же тут нет их помине но его здесь никто и не ждет разнообразие оружия тоже отличные лансеры древние со штыками лансер обычный с бензопилой с которой можно с криком нести вперед и рубить саранчу в мясную похлебку и саранчи фу говно какое ешьте лучше салатик современный лансер скорострельный как я не знаю что а также всякие тропшоты бумшоты гнашеры я как всегда бегал со снайперской винтовкой забыл ее название но вы тут подумайте люди знакомые серии сразу конечно же вспомнят что тут есть что а я только шота про бумшота и могу втирать еще есть пистолет снуб да я даже не помню хороший он или нет какой странные чувства рассказывать о чем-то в чем вообще не разбираешься чувствуешь себя таким дурачком на знакомые ощущения ладно я к чему веду разнообразие вооружения радует плюс есть еще тяжелое такое временное с ним к сожалению не всегда можно ходить с уровня на уровень а переходы между уровнями тут классно сделаны все напарники одновременно должны приподнять какую-нибудь железяку открыть дверь или плиту отодвинуть получается нам как бы разграничивают этапы это на самом деле важно для восприятия игры чувствуется консольное влияние но весьма положительное в этот раз ну и вот бесполезное оружие конечно тоже есть независимо от стиля игры но все же проблем с этим не возникает есть удобные пушки есть неудобная игра как нравится все это долбит стрекочет тарахтит как надо радует ухо и глаз когда то его выстрела разрывается плоти ли взрывается голова кстати иногда на уровнях можно найти артефактное оружие это копия того что у тебя уже есть или что у тебя может быть но круче например снайперская винтовка стреляет дважды увы это счастье не получится носить с собой вечно так как при переходе между главами оружие у тебя отбирают и дают стандартное обидно досадно ну ладно стрельба одним словом хороша действительно хороша вдобавок неплохо реализована еще и рукопашная скорее в довесок но тем не менее на миссии мы будем отправляться целым составом ты да я да еще кто-то по сюжету не всегда кстати плюс наш дроид кооператив здесь рассчитан на троих такта и дроидом тоже может управлять человек это немножко иной геймплей уже без стрельбы хотя робот не безобиден совсем он очень полезен но как поддержка такой волос от мира гирзу фор мы можем командовать им если он под управлением искусственного интеллекта он может скажем активировать для нас щит или долбаный током врага раз определенный промежуток времени джек кажется робот называется джек а если нет то не страшно я все равно называл его борис летать такой борис и в наглую глушит врагов это интересно но робота можно и нужно прокачивать открывая для него новые способности весьма полезные кстати перестрелки здесь позиционные мы прилипаем к укрытию и отстреливаемся классика вроде как нас не простреливают через укрытие но пули свистят над головой так реалистично что хочется всегда быть осторожнее то есть боевые действия здесь отлично сделаны одно удовольствие в таких условиях тактическое преимущество даваемой борь джеком роботом короче очень важно прокачивать его можно за детали которые можно опять же находить в разных заковолках уровней и вот об уровнях тоже есть что у меня сказать они очень меня порадовали своим дизайном так как осуществлялась атака на мирный город то сперва мы бегаем по зданиям и любуемся отлично воспроизведенными деталями быта то что я называю микро дизайном то есть мало смоделировать дом коробку ты еще наполни эту коробку деталями так чтобы я поверил что тут жили люди холодильники фотографии письменные столы бумаги тут все это сделано на твердую 5 дизайнеры молодцы супу с опилками им за мой счет это актуально по отношению не только к некогда жилым домам старые руины заброшенные базы а уж какие тут просторы да игра поделена на четыре этапа два из которых коридорные а два наоборот имеют некую свободу перемещения вот у нас есть крутые санки на солнечных парусах или что это вообще такое и на них можно отлично рассекать по снегу и песку при том эффекты действительно радует графическая сторона гирс 5 тоже на 5 тут конечно и дизайн играет роль безусловно снег и холод показаны отлично песок тоже хотя спекопс все же получше но то ладно и помимо прохождения сюжетных заданий можно выполнять побочное кому-то помочь кого-то спасти или что-то интересное найти включая то самое артефактное оружие но и главная фишка вооружения гирзофор пронесшиеся сквозь серию игр хитрожопая перезарядка она как бы отображается шкалой и на этой шкале есть деление такое окно если попасть в него то есть вовремя нажать на перезарядку еще раз оружие перезарядиться заметно быстрее к тому же еще станет мощнее точнее или скорострельнее зависит от вида наловчившись можно по памяти идеально перезаряжать оружие даже не глядя на шкалу если ты так умеешь считай ты втянулся пора учиться бриться штыком от лансера зато если не попасть в окно перезарядки то персонаж громко ругаясь будет медленно перезаряжать заклинившую пушку особенно заметно это на пулеметах который будет перезаряжаться хрен знает сколько интересная фишка нигде больше такой не встречал и при всем при этом игра очень атмосферно чего я уж точно не ожидал антураж графика дизайн неплохая музыка которая мне не очень понравилась но видимо возможно да это из-за общей незаинтересованности серии как минимум я помню что там используется один запилы которые проходят сквозь всю серию а это очень радует фанатов возможно если бы я был фанатом серии я бы сказал что музыка тут тоже очень даже хорошая а так она просто на мой взгляд нормальная вот все только что мной перечисленное плюс общее звуковое сопровождение светотень анимации все это создает очень красивый мир который прям внушает при том еще и очень динамичный мир да это раскатываешь на санках может стать немножечко скучно ровно до того момента как не доедешь до нужной остановки в целом игра очень динамичная постоянные перестрелки взрывы погони и другие события мега враги размером с годзиллу все как я люблю кстати о врагах тупая саранча не такая уж тупая начнем с этого они постоянно норовят обойти тебя сзади закидать гранатами и вообще действует на нервы действует не то чтобы умно но на эти более менее осознанно так что отсидеться в укрытии получается далеко не всегда но и плюс стреляет саранча вполне метко это раз разнообразие врагов тоже очень радует есть и толпа из миоголов и обычная пехота и усиленная пехота и мини-боссы замочить которых порой очень нелегко а ситуации конечно зависит а ситуации далеко не всегда простые это два и в принципе что еще о них сказать в купе со сказанным ранее сражаться с ними довольно таки интересно а это ли не главное плюс есть враги размером с дом а есть вообще червь из дюны это конечно полный атас в хорошем смысле слова хотя кое-что о них все же сказать стоит они здесь делятся на органику и неорганику точнее на полуорганик короче саранча захватывает роботов и эти роботы интересная находка они как бы в гибернации и все просыпаются если попасть на линию обзора но можно аккуратно обойти их со спиной как настоящий гей и вынуть энергоблок и таким вот нехитрым образом иногда бодрый шутан превращается в очень даже приличный хотя и линейный стелс экшен но и под конец еще раз про сюжет я не скажу что он какой-то захватывающий нет некоторые моменты будто бы можно предсказать неожиданных поворотов тоже практически нет однако повествование идет не обрывками без филлерных уровней намеренно растягивающих игру тут все к месту ну и есть все-таки один неожиданный поворот но я не буду о нем рассказывать он действительно сильный так что даже равнодушному к серии человеку вроде меня будет интересно за ним последить даже если вы тоже забудете имена персонажей сразу после прохождения это не важно удовольствие свое вы точно получите игра по итогу действительно интересная гораздо лучше чем я мог себе даже представить а если вам и этого будет мало то у игры очень неплохой мультиплеер в которой я тоже имел честь погонять и вот что я вам скажу он тут строится по принципу последнего рубежа да есть и другие режимы но мне понравился именно этот вообще я очень люблю его это когда на тебя волнами прут враги волн тут кажется двадцать а может уже и больше не помню и пережить все не так уж и просто особенно если попадаются идиоты в группе также тут нужно пользоваться классовыми способностями и разумно расходовать очки получаемые по окончанию каждой волны всеми участниками за них ты прокачиваешься становясь все сильнее и сильнее как собственные противники они тут тоже не лохи а каждую пятую кажется волну приходит мини босс иногда даже прилетает босс вертолет в сетевой игре тут постоянно какие-то ивенты и микрокомпании и все это не забывает регулярно обновляться и уже вроде как восьмое обновление восьмой сезон или как там это обозначается так что можете с друзьями тоже забуриться в мультиплеер ну или в компанию и там и там весело могу смело рекомендовать эту игру очень интересная вещь не даст уснуть вообще это очень хороший знак на мой взгляд что даже такому как мне кому плевать на линейку гирзов принципе она понравилась и дело тут не только в кооперативе хотя и в нем тоже и это уж точно не минус я даже более-менее запомнил событийности мне даже любопытно что же будет дальше дело видите ли в старании над гирз 5 видно что старались очень старались и поэтому играть в такое приятно если думали попробовать или нет обязательно попробуйте побрейте саранчу бензопилой и потом расскажите мне что получилось и и и и и и и и